В зале достаточно оживленно. На татаме один за другим выходят юные спортсмены. Они не знают заранее, с кем предстоит сразиться, а значит морально просчитать соперника нужно уже в ходе боя. Девятилетний Даниил Дёкин даже получает ряд замечаний от судей. Но его желание выиграть настолько велико, что в ходе спарринга он все равно по баллам одерживает победу над Сергеем Цыганковым из Владикавказа. Соберник был не сильный, но я хотел показать высшую технику. Тем самым я заработал мало баллов, а хотел заработать больше. Но я же выиграл, поэтому все равно я рад. Но поражение Сергея Цыганкова для команды из Северной Осетии незначительно. В течение этих трех дней, пока будет длиться турнир, 26 каратистов еще успеют отыграться и выйти в лидеры. Тренер Азамат Чаджимов в этом не сомневается. После года занятий уже мы начинаем их увозить, показывают сразу практически на первом и на втором турнире. Они уже занимают какие-то призовые места, медали, кубки получают. И естественно граммы за храбрость и за доблесть. Спортивные соревнования проводятся по программе Кумитейта «Свободный спарринг». Сегодня весь день навыки японского боевого искусства демонстрируют юные спортсмены. А уже в субботу и воскресенье на татаме появятся каратисты постарше. В каждой возрастной группе существуют весовые категории и в каждой весовой категории определяются победители и призеры. С каждым годом увеличивается число девочек, желающих овладеть системой защиты и нападения. Спортсмены Кассаратова даже не пугают травмы, которые так или иначе, но случаются на спаррингах. Сначала, когда выходишь на татам, тебе становится страшно. Потом, когда ты уже начинаешь драться, тренер тебе кричит то, что тебе надо делать. Тебе кричат то, что твои друзья, то, что Вика, давай, ты сможешь. Но ты этого не слышишь, ты слышишь только слова тренера и то, что он тебе говорит делать, а потом уже само все происходит. Я хочу добиться чего-то в этом стиле. Хочу выигрывать, хочу побеждать, хочу быть первой. Сочи на всероссийских соревнованиях представлен достойно в составе 106 спортсменов. Результаты поединков будут известны в воскресенье.